Ситуация с обеспечением улучшилась и в этом есть большая заслуга волонтерского десанта, который есть в Министерстве обороны, большая заслуга нового министра обороны, который по сравнению с предыдущим, с ГЛТМ, конечно, очень серьезно от него отличается. Но есть масса проблем. Мы выявляли их на комитете и пока на это ответ не можем найти, поскольку встреч с нами эти руководители избегают. Рации. Была большая проблема по обеспечению средствами связи. Зачастую, когда нас глушили или прослушивали рации, приходилось переходить на те самые мобильные телефоны. Начали выяснять, по какой причине отсутствуют рации. Наверное, мы не закупили. Выяснилось, что большая партия поступила в армию. Начинаем выяснять, где она. Как сказал Тарас Пастух, который анализировал эту ситуацию, она была распределена среди спецназа, который отсутствовал в зоне АТО. То есть, вот так вот оно происходило. Второе. 7 БТР после поступления с завода, это завод Яготын, я могу ошибаться, но кажется, тоже корпорация Рошен, поломалось в течение ближайших двух дней после начала эксплуатации. Это только в батальоне Донбасс. Сейчас мы рекламации туда подаем. Большая есть проблема с износом орудийных стволов. В частности, большое количество орудийных стволов при дебальцевской операции просто подверглась значительному износу, о чем сообщали сами руководители. И почему-то нашей всей гигантской военной промышленности не хватило, чтобы за полгода обеспечить нормальную ротацию этих средств. Редактор субтитров А.Семкин